здравствуйте уважаемые любители шахмат с вами гроссмейстер Максим Чигаев и это очередная партия недели сегодня речь пойдет о партии 9 тура чемпионата Азербайджана по шахматам где встретились два известных гроссмейстера Эльтадж Сафарли и Ниджат Мамедов и так сыграно было е4 первым ходом е5 испанская партия конь f3 конь 6 слон b5 a6 слон a4 конь f6 и здесь Эльтадж Сафарли играет конь c3 это согласно базе пятой популярности ход впрочем последние годы этот вариант переживает вторую молодость если можно так сказать b5 было сыграно естественный слон b3 Ниджат Мамедов здесь сыграл слон е7 ну одна из основных идеи вариантов заключается в том что на казалось бы естественный ход слон c5 белые здесь не играют там например короткую рокировку или d2 d3 а играют жестко играют здесь конь d5 стремясь сразу провести c3 d4 и тут заключается еще маленькая тактическая начинка после хода конь бьет е4 следует коварный очень удар d4 и у черных серьезные проблемы например слон бьет d4 конь бьет d4 конь d4 напали на g7 напали на е4 соответственно на конь бьет d4 такая же история конь бьет d4 слон d4 фердж g4 напали на коня напали на g7 и черным здесь трудно поэтому Ниджат Мамедов здесь сыграл слон е7 ход крепкий а4 ход естественный белые стараются зацепить пешку b5 b4 поэтому конь d5 соответственно после конь d5 бить на е4 тоже довольно опасно последует здесь d4 ед например даже короткая рокировка это как минимум одна из возможностей можно побить конь бьет d4 здесь можно слон f4 сыграть в общем ворох е здесь у белых и не очень приятно за доской такие позиции черными играть поэтому последовала короткая рокировка конь бьет f6 слон f6 слон d5 ну в общем спокойная позиция здесь получается чуть поприятнее у белых не будем останавливаться на дебютных тонкостях слон b7 короткая рокировка d6 пока черные делают все нормально в принципе d3 владя b8 слон е3 и так в общем белые вышли с небольшим перевесом из дебюта и несмотря на то что позиция кажется очень простой черными нужно играть аккуратно все-таки их чернопольный слон довольно пассивен и в перспективе он может не выйти в бой поэтому нужно как-то черным решать некоторые проблемы связанные с тем что пространство все-таки у них поменьше вот и поэтому не джет момента здесь делал очень конкретный ход который честно говоря мне не очень нравится последовал ход конь d4 решение как я уже сказал довольно сомнительное теперь после того как белые возьмут на d4 черный слон будет упираться в эту пешку надо 4 я бы здесь предпочел сыграть конь а5 мне кажется довольно логично разменять белокольных слонов так как белый слон до полис он черных тоже довольно пассивен и не имеет каких-то больших перспектив я бы сыграл конь а5 стараясь все-таки поменять активного слона и затем собирается 7b5 блокируя проведение хода d4 но последовало ходь на 4 глобально ход ничего не портит но мне это решение не очень нравится слон до 4 последовало конечно же слон бьет d5 это еда конь d2 и так теперь у белых активный конь у черных пассивный слон но опять же очередь хода черных и им нужно как-то конкретно пытаться получить контр игру ниджат моментов забегая вперед с этим не справился он здесь сыграл ферзь d7 и после этого хода довольно беспечного черным трудно нужно было играть активно нужно было играть c6 не отдавая контроль над белыми полями например ферзь f3 играют белый ладья c8 пытаемся получить контр игру хотим ударить на d5 ладью на линию c поставили например конь c4 если сыграть cd-1 д5 ладья c5 черные гнут свою линию и заставляют белых либо брать на d6 либо они проведут затем d5 д6 например ферзь d6 он д6 ладья c2 конь c4 например здесь сыграть b3 да конечно ладья c2 стоит довольно странно но все-таки конь белых прикован к пешке на b2 и так просто теперь ему не отвязаться и позиция здесь примерно равна но конечно вариант не самый простой последовал под ферзь d7 в партии и здесь конечно уже черным трудно ферзь f3 последовало теперь конечно уже никаких c6 никто не даст ладья c8 b3 и так шеферли защищает пешку и 4 и теперь белый конь готов вступить в игру у него прекрасный есть форхост на поле c6 перспективе он туда может направиться ладья е5 черные как-то хотят сыграть ладья f5 затем ладья е8 и зайти за пешкой ладья c5 ну белый здесь просто отвечают ладья а е1 и здесь последовал очень странный ход здесь последовал ход ладья d8 наверное ниджат победов хотел подготовиться к взятию на е5 чтобы затем сыграть де и все-таки попытаться эту пешку что называется окучить но шахматы как известно не шашки бить на е5 вовсе не обязательно наверное следовало сыграть ладья е8 попытаться сдвоиться хотя здесь белые имеют ход ладей е4 и тут конечно тоже черным на мой взгляд трудно то есть белый либо готовят сдвоение ладей по линии е либо готовят ход конь c4 и на взятие ладья е4 заберут пешкой и будут играть по белым полям соответственно конь потом придет на c6 ферзь придет на d3 в общем позиция черных довольно непростая например собрать здесь h6 до конца 4 ладья е4 д.е. ферзь е7 ладья е1 далее конь идет на а5 ферзь идет на d3 дальше на g3 король g2 в общем-то у черных проблемы но все же надо было так играть но последовало владеет 8 да и здесь после конца 4 ну вот трудно назвать сильным потому что он естественный но после этого у черного довольно печальный выбор то есть либо ставить ладью на f5 в поисках какой-то призрачный контур игры либо меняться на е1 но тогда у них абсолютно проиграно как стратегически так и конкретики то есть например если поменять все ладьи то белый в общем то просто переходит в ладь е8 ферзь е8 просто цинично ферзь е4 а если ферзь уходит допустим на c8 то белый просто играет конь а5 затем конь c6 и забирают пешку на b4 или на d4 соответственно если меняться на е4 то тоже не шибко хорошо да и король е8 также конь а5 конь идет на c6 король идет внутри и так далее лица совершенно безнадежно последовало после конца 4 поэтому д5 версии 4 h5 ну белые же 4 хотели сыграть поэтому аж 5 вот естественно за одну форчку сделали но здесь следует f4 выясняется что ладья просто заперта у черных пришлось играть король f8 скрипя зубами что называется версия в 3 пока снова белые в перспективе готовят сдвоение по линии е c6 попытка получить контр игру он б6 можно было на за 6 забрать но это совершенно не обязательно просто можно закрепить коня на поле b6 после куда опять конь b6 ферзь и 7 но здесь уже видимо вмешался в дело лучший друг шахматиста зацить нот и последовал ход ферзь е4 такой немножко странный то есть можно было сразу сыграть опять саде например ферзь е2 и далее после g3 h3 g4 белый должен довольно легко выиграть потому что не видно что можно этому противопоставить но последовало версии 4 совершенно не обязательно ну пока и ничего еще не портит 6 опять король g7 но конечно немножко белый под выпустили но у них по-прежнему перевес близки к решающему последовало же 3 cd и здесь дальше фарли на самом деле серьезно ошибся но опять же для человека после ферзи 2 сыграть сильнейшим образом на мой взгляд довольно трудно нужно было конечно сыграть ферзь е2 но опять же то есть тут слово конечно тяжело употреблять потому что после ферзи ферзи 2 совершенно не очевидно как черным играть но здесь как ни странно ниджат моментов мог еще зацепиться за парку сыграть здесь ферзь c6 с идеей получить контр игру после размена одной пары ладий сыграть ладий е8 потом и может быть вторгнуться после размена на е8 ферзем куда-то в район поле е3 например это был единственный шанс и здесь шансы на ничью черных были но последовал ход ферзи 5 опять же как я уже говорил видимо оба соперника находились в этой ноте и здесь конечно черных уже безнадежно h3 ну что делать g4 грозит приходится играть g5 последовало fg ладья g5 ферзи f3 белый здесь переходят в атаку ферзи f3 ладья g6 конь бьет d5 висит слон д5 пришлось сыграть и здесь дальше фарли выиграл очень легко и просто что называется последовало 5 доефир бьет f7 шах король на 6 ладья f6 да ну тут в общем-то защиты уже нет по большому счету на ладья g8 еще и ферзь бьет g8 добавляется ко всем бедам черных даже 8 не взять за связки соответственно остается только сдаться но еще последовал ход ладья g6 ферзи f6 и черные сдались да конечно в этой партии не было ярких жертв у нас может быть она не такая творческая как хотелось бы но тема хороший конь против плохого слона на мой взгляд раскрыта более чем полностью всем спасибо за внимание надеюсь что вам понравилось это видео подписывайтесь на час комру и до новых встреч